Слезай! Чего уселся? Нет, ему нравится. Нет. Лежай! Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная деревня. Меня зовут Юлия. Спасибо вам за то, что смотрите наш Дурдом канал. Кто-то в комментарии писал, Юля, как хорошо, когда короткая стрижка тебе так идет. Вот. Каждое утро вот эта короткая стрижка выглядит вот так специально. Встала, думаю, надо людям показать. Хороший вид короткой стрижки, он совершенно не означает, что ты всегда красивый. Это означает, что это ежедневное утренний труд. Вот так вот ты выглядишь, когда у тебя короткая стрижка по утрам. Как Кузя, этот домовенок. Сегодня у нас такой день, даже не знаю, с чего вы начали сказать. Во-первых, у меня приехали поставки. Ну, как, знаете, вот я все ныла-ныла в прошлых роликах, что все едет-едет, и все, практически все приехало разом. Еще там едет еще три штуки, но уже много чего приехало. Видите, у меня вся кухня вон в этих, в мешках, в коробах, в пакетах, все, что уже расфасовано. И это только начало. Сегодня не буду заниматься. Всю неделю занималась упаковкой, сборкой. Сегодня этим заниматься не буду, поскольку сегодня у нас такое грандиозное, так сказать, событие. Я еду в Москву на концерт группы Иванушки Интернешнл. Решили мы, так сказать, тряхнуть стариной. Вместе с моими подружайками, одноклассницами. Мы вместе учились в школе, мы общаемся, иногда списываемся. В общем, мы решили с ними еще в начале лета, что вот будет концерт в ноябре, и нам надо сходить. И, в общем, мы собрались. Я с утра встала. Во-первых, с утра... Сейчас опять про Вальдберес начну, да, все это, кому интересно. В общем, короче, на Вальдбересе всякие новые нововведения. Они уж не знают, как денег побыстрее заработать. Они ввели платную приемку. Я уже об этом как-то говорила. Сейчас примерно работает так. Если склад загружен сильно, то приемка очень дорогая. То есть там есть такой небольшой коэффициент, который постоянно умножается. То есть, например, базовая стоимость приемки у меня... Ой, господи, кто-то напугал. Демыч, доброе утро. Ты чего не спишь в 9 утра? Я знаю. Не уходи. Ты мой спаситель. Не уходи, постой. Сейчас я дорасскажу. Не уходи. Я говорю, не уходи. Куда ты? Еще. Кого? А, ты за зарядку не уходи. Стоимость приемки, например, одного товара заставляет 15 рублей. Когда склад не сильно загружен, тебе ставят коэффициент 1-15 рублей. Чем больше загружен склад, тем выше коэффициент. Он умножается на 2. То есть это будет уже 30 рублей. На 4. И даже бывает на 600. То есть людям там выкатывают суммы за сдачу товаров в несколько миллионов. И это вот не шутки. В чатах постоянно выкидывают эти скрины, где им выставляют там на 3 миллиона счета за приемку товара, потому что был высокий коэффициент, склад был высоко загружен. Этот коэффициент можно отслеживать. То есть ты с утра просыпаешься, начинаешь просматривать и смотришь, на какой день коэффициент стоит пониже, туда стараешься впихнуть поставку. Я сегодня в 7 утра открыла глаза, хотя, честно сказать, планировала проспать до 10. В 7 утра открыла глаза, думаю, ну посмотрю, у меня как бы собирается все потихоньку. Залезла и смотрю, у меня на 5 декабря очень маленькие коэффициент приемки равны одному. Один. Думаю, блин, все, надо быстрее. Короче, я вскочила, детей оставила спать, вскочила, побежала быстрее создавать поставку. 40 минут у меня ушла на то, чтобы все посчитать, то, что уже приехал, то, что должно приехать. Я вот тут с утра сижу вот с такой головой, вот делала поставку. Но я все сделала, ура, я успела на 5 декабря, дабы мне не платить миллионы за приемку. Но я это планировала как? Я с утра встану, схожу в душ, ну мы позавтракаем, я схожу в душ, я помою голову. Что-то он там уже жует. Не дождался завтрака. Я помою голову, мы соберемся, я красиво поеду. Пошла в душ смотреть, а шампуня нет. Видишь, шампунь кончился, Дема. Ты же меня прибегнем к манипуляции, к любимой, ты же меня любишь. Сгони, пожалуйста, в магазин за шампунем, пока я завтра приготовлю. Можно бросаться? Да, должен. Дядя, достань воробушку. Вкусно тебе? Да. Сынок, ты где? Сынок! Ау! О, выросает. Демыч, раньше 10 часов не встает, время 9. Мне повезло, что он встал, у него телефон сел, он захотел по телефону и пришел на кухню за зарядкой. Все, подправила его за шампунем. Ну что, завтрак готовить. Вставать пора. Что-то я зависла. Поставила блины, ну, размораживать, потом поджарю. Дема уехала, я с утра проснулась. С таким, а! Ну, вообще, конечно, жизнь продавца маркетплейсов, такого, знаете, домашнего продавца, да, это вечно какие-то баулы-коробки и вечно ты на каком-то, это, должен быть готов резко подскочить. То есть, ну, в связи с тем, что я увидела самое дешевое, то, что я видела, я подскочила быстрее, побежала ставить поставку, поеду 5 декабря, только на следующий понедельник. Раньше там вообще лучше не лезть. Что-то я хотела сказать. А, я, в общем, зависла. Ну, я здесь сделала, я думала, сейчас сделаю, потом зашампунем, потом завтрак, а тут Дема хлоп, и какой-то у меня провал. Там разогревается, тут все сделано, Дема уехал, ушел. И что мне теперь? Вот стою, жду. Покажу вам, давайте, что повезу. Вот так приходят сетки для копчения. Три мешка у меня осталось, остальные мешки я разгребла. Было, по-моему, 8, что ли, мешков. Там я разобрала, вот осталось 3, но это все остается до понедельника, поскольку мы сегодня уедем. Так, полазим, посмотрим, что у меня тут лежит. Фолиамид 50, да, полтинники большой. Фолиамид маленький. И теперь стало вот так паковать, меньше места занимает, поскольку теперь за габариты товара тоже ставят большую цену за логистику и за хранение. И нужно товар паковать как можно меньше. Теперь оболочки для колбас будут выглядеть вот так. Раньше они были сложены, такие длинненькие, а теперь будут выглядеть вот такими рулончиками, чтобы дешевле была доставка и хранение, и приемка. Видите, они все теперь будут вот в таких рулончиках. Сюда еще этикетки не наклеила. Ждала, пока этикетки приедут, пока паковала. А, вот раньше у меня от старого осталось. Раньше было вот так, а теперь, видите, в два раза меньше. Потому что все, что два адрес накидывает сверху, все включается в цену товара. Цены, блин, по цене постоянно прыгают. Полтинники остались как и были. Как и были. В общем, чтобы все это можно было дешевле реализовывать, трамбуем. И поехали. Тут все, сетки, 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 опять сетки, снова сетки, 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 сетки. И здесь тоже сетки, сетки тоже, видите, с такими стали рулончиками. Ну, которые влезают в покупку рулончиками. Замечал ли кто-нибудь из вас, что у вас пропала скидка постоянного покупателя на какой-нибудь товар? То есть, когда вы заходите, обычно вы, например, что-то покупаете регулярно, да, по одной цене. Потому что там есть ваша скидка, СПП, скидка постоянного покупателя. Эту скидку дает Вальберес за счет своих вот этих вот внутренних резервов. Слава богу, хоть эту скидку они покрывают. И то, кстати, не всегда целиком. Иногда часть скидки снимается с продавца. Там есть скидка от продавца, ваша скидка персональная. И она, бывает, что пропадает. То есть, на какой-то товар у вас нет персональной скидки. Знаете, что это значит? Это значит, что продавец не участвует в акциях, которые предлагает Вальберес. То есть, Вальберес насильно, ну, как бы, рычажок воздействия Вальбереса на продавцов. Он убирает скидку постоянного покупателя на их товар в том случае, если товар продавца не участвует в акциях в определенном проценте от ассортимента. Вот сейчас идет скидка акции «Черная пятница». Там нужно, чтобы 70% от ассортимента твоего участвовало обязательно в акциях. А на акцию они выдвигают такие мизерные. То есть, цену на товар, который участвует в акциях, это выставляет Вальберес. Она бывает, что выставляет настолько мизерные, что даже часто некоторые позиции продаются в минус продавцу. Вот. И поэтому, поэтому что? Значит, поэтому... Господи, я с утра так туплю. Мне так сложно что-то рассказывать. Сейчас, секунду, я с мыслями соберусь. И вообще, к чему я все это говорила? Кому... Правда, у меня там осталось прям практически мало. Вот было две акции ноябрьских. У меня было все, что в наличии было. Почти все ушло. Вот сейчас буду ввести. До 30-го числа вот эта «Черная пятница». Кому надо, если что-то, заказывайте до 30-го. Я имею в виду сейчас по своему ассортименту. Потому что с 30-го числа, 29-го закончится, с 30-го числа цены очень сильно вырастут. На мои позиции. Да и вообще на все позиции сильно вырастут цены в связи вот с этими всякими нововведениями. Приемкой и так далее, и так далее. Возможно, будет какая-то акция под Новый год. Это я точно не знаю. Потому что в плане пока у Вальберса нет никаких акций на Новый год. Кому-то, в общем, что-то надо, заказывайте до 30-го вам. А потом все подлетит. Ну, что там, блин, это мои. Закончили про Вальберс. Давайте про ковер. Вот по неделю уже пользуюсь. Ковер классный. К нему ничего не прилипает. Ничего в ворс не забивается. Он же... Вот у меня последний ролик был. Он же, это, безворсовый. Да что у меня сегодня... Вот, так получше будет. Он же безворсовый. И легко очень пылесосится. Легко пылесосится. К нему ничего не прилипает. Ничего в ворсеньке не забивается. А обалденный ковром. Довольно прям как... Довольно, короче. Ну, кто-то идет. Кто там идет? Кто там? Идет поле. Ку-ку. Доброе утро, страна. Доброе утро. Завтрак и будешь? Завтрак и было. Я бы все заправила. Ты же моя умничка. Спасибо. Просто не поправила, почти не заправила. Все поправила. Ты же моя девочка. Молодец. Как же классно, когда у тебя взрослые дети. Один за шампунем пошел, вторая кровать заправила. Красота. Ты знаете, сам родился, сам вырослый. Теперь наслаждаешься. Наконец-то я дожила до этого. В прошлом ролике я была у подружки Наташки. Она мне вот такую штуку посоветовала для укрепления иммунитета. Я себе заказала тоже на Ванбересе. Короче, пью ее только я. Поле сказал, невкусной я не буду. Дема еще не пробовал. Он только вчера приехал. Сейчас я ему предложу, но я сомневаюсь, что он будет ее пить. Она, знаете, такая кислая, с небольшим оттенком елочки. Не противная. Не прям, чтобы ты пьешь и... Нет, такого нет. Ну, так. В общем, я пью там по рецепту 3 столовые ложки с утра натощак. Вот я уже, видите, начала. Вот за неделю у меня вот столько вот ушло. Дохаем мы все. Температуры вроде бы нет, но все дохают. Немножко, вот у меня немножко еще горло дерет. Полюнь, делаю ингаляции. Есть у нас вот такой маленький ингалятор. Амру. Туда добавляется водичка, вот эта натрия хлорид. И бердуал с бердуалом. Или иногда с лозалваном. Ну, сейчас бердуал у меня с бердуалом. Вроде помогает, но кашля все равно не проходит. При этом температуры как бы ни у кого нет. Все дохают. В прошлой неделе была температура. О, вернулся. Ну, добытчик. Ты моя умничка. Спасибо тебе большое. Я постель заправила. Это она перед тобой хвастает, что она постель заправила. А ты не заправил. Идем, не хочешь ли вот такой штучки хлопнуть? Ну что, нет? Ну это для укрепления иммунитета. Мне не так, что я прекрасно иммунитет. Ну ты кашляешь. Неправда. Видишь, я не кашляю, стою же не кашляю. Сейчас кашляю, не кашляю. Кашляю, не кашляю. Ну, конечно, не хочу. Блин, ну... Не, мне Вася... Вася ему тоже... Что, Наташка Мася дала? Да, мама Мася такую же дает. Мне не... Ну она не противная. Ну не хочу. Не так хорошо. Ладно, ингаляйт, освобождил. Да что, не ингаляйт? Зон-то нормально, я себя чувствую. Мужики, если копье в спине спать не мешает, значит, все нормально. Раздевайся завтракать. Что, мусор? Блины? А ты, красавица, сейчас спалю, я сейчас вперед. Чем будет? Ну ладно, я сейчас пойду мыться. Спасибо большое. Карту верну. Что, мусор? Мусор надо. Тебя, ты чего? Все, вот это надо. Вот это... А, это... Я говорю, карту верни. Сейчас дам. Ты ее съел, нет? Я одну съел. Ну, одну. А тут должно быть три. А это два. Все, что там три. Один. А, три. Два. Три. Может, ты съел не заметил? Нет, я уже съел. Закрытая пачка. Я знаю, что закрытая. Одну съел. У вас на печеньку кинули. Смотри. Печеньки с яблочным вареньем. Внутри. Сейчас я вам что расскажу. Что такое зануда у меня? Жалко. Ну, а чего они? Когда я была беременная... Демчу. Я очень любила блины с мясом и вот так их макать в яблочное варенье. И есть. Меня все смотрели и говорили, блин, они же с мясом. Я говорила, ну это же блины. Но они же с мясом. Я говорила, ну а что, нельзя блины с вареньем? То есть блины можно было и с мясом, и с вареньем. Мне очень нравилось все вместе. Родился Демыч. Он любит печеньки с яблочным вареньем. И блины с мясом. Да они не голодают ни разу. Они только орут. Вон тот это вообще. Кто? Кутузов-то? Да. Он прямо отогрался. Он. Что ты? Что такое? Бежит, 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 бежит. Куда ты? В Москву его собралась брать? Слезайте. Съедим в голодный год. Все, поехали, время идет. Так, ну все. Утренний ведущий Кузьма Юлевич окончил свое вещание. Я вернулась. Все, короче, все загрузились. Все загрузились, все собак покормили перед отъездом. За впередем поколем. Все пристегиваемся. Умничка, молодец. Так, к руку сити холл. Приехали. Мы маленько опоздали, как обычно. А я телефон. А, блин, он у меня в руках, я за него снимаю. Телефон еще ухожу. Кукушка, блин, где мы говорим, телефон. Ну-ка посмотрим, что там. О, не скажи, как 90-х. Можно тут остаться. Ого, куда охрена себе. Ого, куда охрена себе. Океаноглаз, океаноглаз. Два бездомы, океаноглаз. Океаноглаз, океаноглаз. Океаноглаз. Два бездомы, океаноглаз. Тораз, океаноглаз. 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 Два бездома для того, чтобы ты одна. Осталась нова, и звонила. По знакомым, всех давно нет никого. Пусть тебе так мало лет, ты уже так одиноко И любовь твоя далёкая рука, и друзей как будто нет, 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 нет После дождя будет радуга, после дождя Своей шлюпиться не поздно, не надо После дождя будет радуга, после дождя Своей шлюпиться не поздно, не надо Невочистая вода, тучи-тучи на ветру И шерча, если куда, без надёжных ночей Невочистая вода, тучи-тучи на ветру И шерча, если куда, без надёжных ночей Невочистая вода, тучи-тучи на ветру Своей шлюпиться не поздно, не надо И шерча, если куда, без надёжных ночей И шерча, если куда, без надёжных ночей Довно, давно, темной ночи На крыльке, давно, давно Поварил тебе колечко Зачем давно подарил тебе колечко Мед по сердцу Зачем я колечко дали Мои дорогие Сердечко твое, мери Супер, вместе с вами еще раз Колечко, колечко, дали Зачем я колечко дали Сердечко твое, мери Спасибо вам У нас сейчас в раме интервью В раме интервью говорит, а что у вас за год произошел? Спасибо Я только думаю, на чем у вас произошел В раме, в раме, в раме, в раме В раме, в раме, в раме Супер, вместе с Compositation Супер, вместе с самой И мы с тобой И мы с тобой И мы с тобой Проговали с Парадан Турною В раме В раме Пожар отub Ottawa Малина! 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 Малышка! 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 М Продолжение следует... 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 Ты напротив жениха, но скрывает тебя Бездолковая старая верма Ты не видишь теле, но на горячем близке И не слышишь меня Где? Где? Где ты? Кропус, где мы? Где ты? Может быть за гором, может быть за рекой, И иногда в моих сцеплях не даря, Против наших вечных, Узнём в реке, На горячих леске, не даря! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ, у нас антракт, прикиньте? Обалдеть! Ой, блин, народу просто капец. Отвыкла я от людей, походу. Ой, блин, народу просто капец. Отвыкла я от людей, походу. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, я не буду спрашивать, вы кто? А вы. Слушай, отличная мальчик у тебя, вообще супер. Спасибо большое, приятно. Фанатки, короче, поющие. Ребят, на самом деле, девчонки, спасибо большое. Хорошо, вы сейчас все поймете, потому что я хочу пригласить на сцену, сейчас дайте мне, в прошлом году этого не было, вот такого приглашения, потому что в прошлом году он был заслуженным. А сейчас я хочу пригласить на сцену, Кирилл, народного, народного артиста-композитора Игоря Ивановича Матвеевна! Вот, девочки, вот сейчас он вам про все расскажет, и нам, и вам. На самом деле, значение этой группы вот такое должно было быть, это мало кто знает, мы уже хотели сделать смешанную группу. Да, было. Но так как у нас психологический концерт, то есть такое понятие аниме и анимус, знаете, женское начало мучений и наоборот, мужское к женскому. Это вот аниме Иванович, это резиденты Тавриды и известные тиктокерши, кто пользуется этой запрещенной сетью еще, вы их там можете найти, миллионы их просмотров. Вот, поэтому Соя, Дадаша и Мила, она же не Мила. Девушки, вам удачи и дорасти таких же, дорасти таких же сольников в Олимпийском, хотел сказать, Господи, Павел. Так он устроится уже! В Кролокусе! Вот, дорогие друзья, мне сказали, что мне нужно потянуть время, потому что балет переодевается. Поэтому у меня сейчас будет песня. Кхм! Кхм! Субтитры делал DimaTorzok 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 Никакой он не хороший Девчонка, девчоночка, темные ночи Я люблю тебя, девочка, очень Ты прости, разговоры мне эти Свою любовь, твою, а там все на свете Девчонка, девчоночка, темные ночи Я люблю тебя, девочка, очень Ты прости, разговоры мне эти За любовь твою, а там все на свете Ты небо, ты небо, ты небо А я земля Скучаю, скучаю, скучаю Но я без тебя Ты небо, ты небо, ты небо А я земля Ты небо, ты небо, ты небо Я люблю тебя, одинокими цветами Я люблю тебя, я люблю тебя Мы до неба не достанем Я люблю тебя, я не на саду Мы высоко, как король Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя Я высоко, как король И надеется, где небо Небо, ты небо, ты небо Ты небо, ты небо, ты небо А я земля Скучаю, скучаю, скучаю Я без тебя, свиньеба, 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 а я сюда, свиньеба, свиньеба, свиньеба. Я люблю тебя, свиньеба, 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 свинь Ты небо, ты небо, а я земля Скучаю, скучаю, скучаю Я без тебя Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля Скучаю, скучаю, скучаю Я без тебя Ты небо, ты небо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давайте по традиции наша сцепка Туреченко и Денис, давайте наша сцепка. Да, но если можно под вашу бою сметы, я хотел бы, во-первых, позвать на сцену нашего режиссера Никита Садовников, который, собственно, все это оставил под его сметы. Никита, если ты где-то здесь, выходи к нам. Арчон Клодов, который все с ребятами от Форс поаплодирует им. Лучший балет вообще в мире, который с нами не изменяет нам, только с нами работает. Вам отдельные аплодисменты, ребята, спасибо вам огромное. Конечно же, Игорь Игоревич Матвиенко, он тоже здесь. Можно вас на секунду еще раз? Человек, который написал музыку, которая еще будет 150 тысяч лет. Понимаете? Аплодисменты вам. Ну что, товарищи, я опять почти без голоса. Что хочу сказать? Я больше, конечно, нет, даже не так. Я вообще поп-концерт посещала первый раз. Ну, такой вот, знаете, 90-х, вот такие вот вещи. И в Крокусе я была первый раз. Мне непонятно, почему нет фан-зоны, нет места без сидений, где народ может поплясать. То есть люди стоят в проходах, танцуют, на месте их надо сидеть, стоят, танцуют. И в центральных проходах, которые идут к сцене, охрана не пускает. Там нельзя танцевать, там все сидят. То есть сидят, сидят и танцуешь. Вот это, ну, мы, как бы, не в центре, там на задах все плясали, как хотели. Ну, непонятно. Давайте тут сам посветлее. Почему в таком огромном зале, там, по-моему, 9 тысяч человек помещается. Нет места, где поплясать. Ну, это же вообще, ну, как такое слушать, что сидя? Блин, не опера же. Но, просто я всегда обычно посещала такие больше рок-концерты. И рок-концерты это в основном стоя, в основном. И это более для меня привычно. Но, все бывает в первый раз, и несмотря даже на эти странности для меня, в общем и целом, отдохнули мы неплохо. Такой, знаете, light, light. Вернулись в молодость. Вернулись в школьные годы. Скажем так. Я уже вот на Бауманской. Ребята я оставила здесь. Ну, концерты я их с собой не брала. Ребята оставила у своих и уехала. Вот так вот, потому что лучше еще ветер дует. Вот. Ну, в общем и целом, я ни разу не пожалела, что приехали за 10 тысяч верст. И поселили данное мероприятие. Надеюсь, вам тоже было интересно. Внизу в описании к этому видеоролику. Всякие разные полезные, интересные ссылки. Так же, как и вот здесь. Все, что вы видите. Все, друзья, товарищи. Я дома. Завтра у нас по плану уехать рано утром. Потому что мне нужно до 4 часов встретиться вверх. Там, без приехки поставки. Чтобы забрать. И еще завтра хотим в Мерлеем сходить. Все-таки мне нужно купить для штора эти карнизы. Или нулем. Но это будет завтра. А на сегодня все. Все, друзья мои. Всех люблю. Целую. Всем желаю прекрасных выходных. Отдыхайте душой. Все, ребята. Всем пока.